Эта встреча с селянами оказалась на редкость тёплой, что неудивительно. Сразу трое из шести участников предварительного голосования, которые приехали в Камбарский район, родом из этих мест. Здесь их хорошо знают и любят за добрые дела. Это мой родной район, я родом из Камбарки. Проблемы, которые сегодня обозначены, они для меня очень близки. И мои коллеги, и мы максимально сделаем, чтобы те проблемы, которые были сегодня подняты, попали в программу партии. Та программа, с которой мы пойдём на выборы. Вопросов и наказов много. Зал оказался активным. Камбарцев волнуют дороги, новшество образования и оптимизация в медицине. А у вице-спикера Госдумы Андрея Исаева допытывались, какие точки роста есть у Удмуртии, и какие он будет поддерживать и развивать, если вновь станет федеральным депутатом. Таких направлений, по мнению Исаева, несколько. Но главное – это поддержка ВПК и, конечно же, сельского хозяйства. Удмуртия – очень сильное развивающееся сельское хозяйство. Вот сейчас, на сегодняшний день, самый дефицитный товар для России из сельскохозяйственных товаров – это молоко. Мы недопроизводим молока, нам очень существенно молока не хватает в России. Удмуртия – это республика, которая обеспечивает себя молоком на 140%. Удмуртия – это локомотив, это точка роста, которая может вытянуть при своем успешном развитии таком движении всю Россию. В отведенный двухчасовой регламент встреча предсказуемо не уложилась. Но по домам компарцы расходились, осознавая, что в том числе и они в эти дни творят историю. Впервые сами формируют свой список кандидатов на выборы в Госдуму. Окончательно этот список станет известен 22 мая.